Огонь, вода, земля, воздух. Чтобы жить в гармонии с окружающим миром, мало просто существовать в той экологической обстановке, которая есть. Важно уделять особое внимание вопросам ее охраны. С 2004 года Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан проводит конкурс «Эколидер», чтобы поощрять граждан, которые спасают нашу планету каждый день. Конкурс проводится уже 18-й раз. В этом году на «Эколидер» пришло более 300 заявок со всей республики. Победители семи номинаций стали обладателями денежных сертификатов. Конечно же, сегодня мы говорим об итогах года и говорим о третилетии нашего министерства. Пригласили наших ветеранов. И благодаря тем наработкам, которые ветераны нам сделали, и тем ученикам, которые сегодня работают, и их ученикам, мы сегодня получили тот результат, благодаря которому нам доверяют пилотные проекты Российской Федерации. В этот раз «Эколидер» был посвящен 30-летию образования министерства. В рамках церемонии также состоялось вручение новых служебных автомобилей государственным инспекторам по охране природы Республики Татарстан. В этом году Татарстан был признан самым экологически чистым регионом России. Это заслуга не только ученых, но и неравнодушных граждан. В торжественной церемонии награждения приняли участие школьники, педагоги и представители промышленных предприятий, экологи, а также ветераны министерства. Динамика сложная. Почему? Промышленное производство, экономика в целом, сельское хозяйство. 30 лет тому назад и сейчас. Это две разные вещи. Сейчас гораздо эффективнее, промышленность развита и так далее. А отсюда и загрязнение. И поэтому работа экологов сегодняшних должна быть вдвойне усилена, чем прошлые годы. Сохранение и улучшение экологической обстановки очень важен вклад каждого. Речь не только о научных разработках, снижении выбросов на предприятиях и освещении вопросов СМИ. Первостепенное значение имеет активность граждан. Ведь самое важное, что мы можем сделать для того, чтобы изменить этот мир – начать с себя. Маргарита Михайлова, Ленаргий Затурин, Универньюс.